Добрый букет В этом году она была самой масштабной из всех Вообще она в девятый раз уже проходила И в этом году поучаствовала из города Воронежа и Воронежской области 365 классов И общая сумма сборов 1 742 000 Это самый большой результат из всех акций Добрый букет И большое спасибо всем, кто принял участие Это прекрасно, что с каждым годом присоединяются все новые и новые школы Новые классы Узнают в этом году из тех районов Воронежской области Из которых раньше не участвовали школы В этом году подключились и интересовались И достаточно много участников Вот Воробьевская школа, она самая масштабная в районах Воронежской области И все в проекте приняли участие Все участвовали в акции? Нет, 17 из школы, в школе может быть их больше А 17 классов стали участниками Так, давай, Надя, рассказывай, пожалуйста, в каком классе ты учишься? Как давно вы принимаете участие в этой акции? Я учусь в 8 классе и мы принимаем участие уже 4 год подряд То есть сразу после начальной школы каждый год вы собираете добрый букет? Да У нас сначала были начальные классы Потом постепенно начали присоединяться все больше и больше классов У нас в школе проходит очень много благотворительных акций Как реагируют ребята на участие в этой акции? Все ли идут с желанием действительно? Или кого-то приходится заставлять? Кому-то приходится объяснять необходимость проведения такого мероприятия? Вообще ребята идут очень радостные, потому что они знают, что будут помогать больным детям И это их мотивирует И когда мы проходили по классам, все очень восторженно отреагировали на это А вы проходили по классам, объясняют суть акции? Рассказывая о ней? Да, суть акции Расскажи, пожалуйста, а вот что именно тебя сподвигло вообще на участие в этой акции? Я думаю, доброта, потому что я сама по себе добрый человек И мне больно смотреть на больных детей Хочется дарить вот это добро, да? Да, дарить доброта Замечательно Какое у тебя доброе и нежное сердце, это просто потрясающе Но скажи, пожалуйста, существует такое мнение, что педагоги могут обижаться Что они не получат в достаточном объеме вот то внимание и те букеты Которые, ну, по идее, могли бы получить То есть им не 30 человек из класса подарят 30 букетов Они получат только один красивый букет вот от всего класса Как ваши педагоги относятся к этому в школе? Что классный руководитель, как он реагирует на эту историю? Наш классный руководитель, Дудкина Ольга Владимировна Всегда рада одному букету И она нас призывает всех участвовать в этой акции Кто об этой акции вообще вам рассказал? Нам рассказал об этой акции советник по воспитательной работе Кривоносова Наталья Николаевна То есть это ваш зауч в школе? Вы как представитель от родителей? Наша школа очень активно участвует в таких акциях И традиционно в этом году мы принимали в этом участие Я представитель родительского комитета 6-го Б класса У нас очень активный классный руководитель Она донесла нам о том, что существует такая акция И мы, конечно же, подключились Родители охотно Естественно, мы покупаем самый лучший, самый красивый букет Классному руководителю И она понимает все это Что лучше получить один букет И заложенные деньги, которые родители хотели бы потратить Принеся тоже классному руководителю букет на 1 сентября Родители охотно переводили средства на эту акцию Сколько классов, есть ли у вас эта информация В вашей школе участвует в акции Добрый букет? Насколько это масштабно проходит? Или вы такие первооткрыватели, которые за собой поведут массу? У меня есть эта информация В Воронежских школах вторая гимназия лидер по сбору средств И там поучаствовало 10 классов, но собрали 98 тысяч То есть самый щедрый в гимназии номер 2 Почему стоит принимать участие в акции Добрый букет? Ну, во-первых, это воспитывает в детях милосердие, участность, добродушие Ну, чтобы они не оставались безразличными к больным детям То есть беда может каждого настигнуть Поэтому мы должны принимать участие в таких акциях Ну, и вообще, мне кажется, это действительно очень важный воспитательный процесс Когда ребенок в 6-м, в 5-м классе, он уже понимает, что он кому-то помогает Это же очень важно, помогать ближе Ну, а у вас вообще, у вас же, получается, тоже ребенок учится в этой школе И вы как, вот, тем более, вы замечаете вообще, как влияет эта акция на ваших детей именно? Дети с большим желанием участвуют всегда в таких акциях Потому что, ну, вот, особенно наш 6-й Б-класс Они у нас добрые, такие отзывчивые Всегда пытаются прийти на помощь Поэтому для них это интересное Ну, то есть понимание в голове детей существует, что это участие в благотворительной акции То есть не просто родители решили, что так будет правильно Естественно А это именно такое вот общее решение Да Какие акции вообще еще ожидаются? Потому что впереди зима, может быть, что-то связанное именно с этим зимним периодом Планируются какие-то мероприятия? Ну, в зимний период обязательно будут акции И к Новому году обычно благотворители как раз очень активизируются Время чудес Да Приходят в отделение с многочисленными елками, подарками Ежегодно мы организуем благотворительный концерт Когда-то он был организатором, его был Владимир Павлович Шабашов Но так как он уже нас покинул Мы продолжаем традицию и устраиваем концерт памяти Владимира Павловича Шабашова В котором участвуют музыканты из Института искусств, колледжа Ростроповичей И, в общем, многие творческие люди, которые готовы поддержать этот проект А с 23 октября, вот, ближайшего понедельника Стартует у нас ежегодная акция Шарлотт Фест Мы объявляем три недели, три недели вкусной благотворительности, да В которой могут принять участие абсолютно каждый человек на своем рабочем месте В трудовом коллективе, в спортивной секции или творческой студии, в школе, в музе Что надо делать? В детском саду, да, детские сады активно участвуют Это конкурс, либо праздник, приятное чаепитие в теплом кругу друзей, знакомых, коллег, однокурсников, одноклассников Кстати, у школьников скоро каникулы начинаются Обычно перед каникулами какое-то вот чаепитие всегда это традиционно организуется Вот, у нас есть школы, которые прямо целиком вся школа в спортивном зале ставят столы, накрывают Приносят пироги собственного приготовления, хвастаются своими кулинарными умениями Вот, и в процессе этого чаепития могут быть конкурсы, какие-то концертные программы И пирог стоит какую-то символическую цену И таким образом это благотворительный кулинарный фестиваль Собираются средства для помощи онкобольным детям, подопечным фонда «Набросвет», потому что им помощь нужна регулярно И я призываю всех, кто сейчас меня слышит, строить у себя в своем теплом кругу такое чаепитие Мы соблюдаем все традиции, уже традиционно заведено так, что в сентябре мы покупаем добрый букет, приобретаем А уже в конце октября, в начале ноября мы все дружно печем такие добрые шарлотки Спасибо вам огромное, уважаемые гости, за сегодняшние визиты, за ваши добрые дела, в которых вы принимаете участие Спасибо вам большое В студии были ученицы Воробьевской средней школы Надежда Дудкина Представитель родительского комитета гимназии номер 2 Ольга Беридзе И менеджер проекта фонда «Добросвет» Анна Лагунова Утро вместе продолжается